Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шейнусова. Сегодня в выпуске. Житель семьи попался с крупной партией синтетики. Ему грозит 15 лет тюрьмы. На 5 лет может загреметь за решетку владелец тайника с оружием, найденного в Талдыкоргане. Без прав и под кайфом. Горе-водитель едва не стал причиной трагедии в области Абай. Два возгорания за 10 дней. Как проходит пожароопасный период на территориях лесного фонда Алматы и Алматинской области. До 15 лет за решеткой грозит 23-летнему складмену из области Абай. Молодой человек попался с крупной партией опасной синтетики. У него изъято почти свыше 400 граммов психостимулятора Альфа-ПВП и 7 граммов мефедрона. Наркотики поставлялись в регион из столицы. Как выяснилось, парень продавал дыр через интернет, распасовывал товар в небольшие свертки и размещал в тайниках на территории семьи. При задержании у него обнаружили два полиэтиленовых пакета с веществом бело-бежевого цвета, порошкообразной консистенцией. И еще 37 таких же свертков нашли в его квартире. Проводится досудебное расследование. По данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренной частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции указаны в статье подозреваемого грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Тюремный срок светит владельцу оружие, тайник с которым нашли близ Талдыкургана. Схрон был спрятан в одном из дачных массивов города, о чем сообщили в полицию местные жители. Кому принадлежит его содержимое, выясняется. В тайнике оказался целый арсенал. Два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более ста патронов различного калибра, а также полицейский щит, бронежилет и две каски. Оружие изъято с возбуждением по факту уголовного производства, предусмотренного частью 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Без прав и под кайфом очередного нерадивого водителя задержали в семье. Мужчина управлял автомобилем в наркотическом опьянении. При этом только в прошлом году его на 7 лет лишили водительского удостоверения за пьяную езду. Во время патрулирования одной из городских улиц полицейские заметили ВАЗ-2114. Им показалось странным поведение водителя, так как, увидев стражей порядка, он попытался съехать с дороги и резко снизил скорость. Подозрения правоохранителей подтвердились. Медосвидетельствование установило, что мужчина под кайфом. Его поместили в изолятор временного содержания. Два случая возгорания в предгоре Алматы произошло за последние 10 дней. К счастью, распространение огня на хвойный лес не допущено. Напомним, с 20 марта на территориях Государственного лесного фонда Алматы и Алматинской области объявлен пожароопасный период. 23 апреля в ущелье Алмары-Сан недалеко от поляны Терры произошло загорание сухостоя на площади 0,5 гектара. Еще через несколько дней в Медеусском районе города на территории Илья-Латавского национального парка в ущелье Просвещенец на южном склоне горы загорелось два валежника и сухостой. Площадь пожара 100 квадратов. Правила пожарной безопасности на природе. Костер в лесу разводите только в случае особой надобности и на специально подготовленных местах. Разжигайте костер под четким существующим правилом. Ликвидируйте костреща со всей тщательностью. Избегайте бездумного бросания непогашенных окурков и спичек. При обнаружении малейших признаков возгорания в лесу сразу примите все меры по их ликвидации. Если не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем по номерам 101 или 112. В период повышенной пожарной опасности следует обойтись совсем без костра. Безответственность всегда наносит ущерб и природе, и другим людям. Иногда потери бывают невосполнимыми. Будьте сознательными и берегите окружающий мир. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин